С 1 сентября 2021 года предоставлена возможность поменять старый паспорт на новый, биометрический. Сегодня на территории Брестской области выдано 2512 таких документов. И первым обладателем ID-карты и биометрического паспорта стал Владимир Карпук. Мужчина уже успел оценить преимущества данных документов. Я согласился на новый белорусский паспорт с карты ID. Я пересекал границу, европейский и наши. Здесь больше страниц. В старом паспорте занимались страницы регистрация о браке, приписка, два штампа о дите. Эти страницы же пустые. Эти страницы можно использовать для штампа перехода границы. Я как водитель международник, постоянно эти страницы быстро используются. Никаких бумажных справок и фотографий 3х4. Теперь все в цифре. Оформление ID-карты занимает минут 10 и проходит все в одном месте. Фотографирование, дактилоскопия, электронная подпись заявителя и даже выдача документов. На настоящий момент значительно сокращены сроки. Если раньше, ну и по-прежнему у нас прежние документы в обычном порядке изготавливаются один месяц, то ID-карты, биометрические документы, устраивающие личность, это уже 15 рабочих дней. И, значит, если ему надо в срочном порядке, это 7 рабочих дней. Если надо в суперсрочном, то это 5 рабочих дней. ID-карты – это документ больших перспектив и возможностей. Не выходя из дома, можно сделать около полусотни административных процедур, открыть счет в банке или заказать справку из госорганов. И все же, как небольшая пластиковая карточка, с виду похожа на водительское удостоверение, может заменить всю бумажную волокиту. Все просто. В ID-карту встроен чип, на котором находится биометрическая информация человека. Благодаря этому владелец карты персонифицируется во всех системах. Сама ID-карта, помимо того, что он удостоверяет личность гражданина, содержит два пин-кода. Первый пин-код – это для того, чтобы, если он обращается в какое-либо учреждение, в банк, не важно где. Первым пин-кодом он подтверждает то, что владелец, который переделил эту карту, является именно тем человеком, который сидит напротив оператора. Второй пин-код предназначен для того, чтобы подписывать документы в электронно-цифровом виде. То есть, если надо поставить электронную подпись, значит, соответственно, он использует второй пин-код и ставит свою электронно-цифровую подпись. Пин-коды эти уникальны, то есть они присваиваются к этой ID-карточке, и никто, кроме самого гражданина, не обладает информацией о том, какие пин-коды используются в той или иной карте. Даже наши сотрудники, те, которые выдают, не обладают сведений. Поэтому надо гражданину уделять достаточно серьезное внимание к тому, чтобы обеспечить нахождение этих пин-кодов в таком месте, чтобы он сам смог их вспомнить, либо воспользоваться в необходимый момент. В том случае, если пин-код будет скомпрометирован, к примеру, утрачены сведения по его пин-коду, значит, у гражданина сразу же появится необходимость изготавливать новую ID-карту. Пользоваться ID-картой можно только внутри Беларуси, а для заграничных поездок приобретается биометрический паспорт, который внешне похож на обычный, но все страницы предназначены для ВИЦ. Оба этих документа находятся между собой в увязке. Если ID-карту без биометрического паспорта получить возможно, то наоборот нет. Нам часто обращаются люди, что делать. Вот у нас в старом паспорте находилась виза, она действующая, нам надо пересекать границу. Более того, у некоторых граждан, которые проживают за рубежом, возникает объективная необходимость иметь этот документ, поскольку там документы для проживания, они оформлены именно на этот документ предыдущего образца. Конечно же, у человека есть возможность написать заявление соответствующее и оставить на руках документ, удостоверяющий личность старого образца, к примеру, до момента, пока это ему необходимо, пока не стечет срок действия визы, либо пока он не регулирует вопросы со своим проживанием. Единственный нюанс, что гражданам, конечно же, надо в последующем этот документ удостоверяющий личность задать. Какие документы все же нужны, если надумаете вдруг поменять паспорт на биометрический? За получением такого рода документа необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции, УВД по месту регистрации и представить необходимые документы. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ об уплате государственной пошлины, если граждан именно меняет старый паспорт на новый. В том случае, если выдача ID-карты производится впервые, раньше у гражданина не было ID-карты, к примеру, ребенок достиг 14-летнего возраста, то в этом случае либо обращается его законный представитель, подтверждая свои полномочия документом удостоверяющей личность, и наряду с этим предоставляет в обязательном порядке, помимо прочего, документы, необходимые для регистрации по месту жительства, предусмотренные пунктом 13.1. Несмотря на то, что за цифровизация будущей, право выборов всё равно остаётся за человеком.